привет друзья это видео записывается по просьбе одного из зрителей точнее сказать павла который очень просил сделать видео по ферзевому гамбиту то есть вот у нас на доске позиция из классического ферзевого гамбита здесь я покажу одну симпатичную ловушку в которую мне удалось поймать еще в 2000 году уже тогда очень сильного и опытного своего ровесника алексея александрова неоднократного чемпиона белоруссии чемпиона ссср там среди юношей если мне не изменяет память 1990 года а также тоже на примере собственных партий объясню почему в эту ловушку не нужно пытался никого ловить то есть почему она на самом деле не работает значит один из самых популярных ответов здесь cd так и было в этой партии после ед слон g5 это так называемый карлсбат у нас возник белые не пускают слона на f5 сейчас чаще играют е3 вот с идеи на слон и в 5 с двое черным пешки на f6 отличная победа карлсона над крамником говорит о том что там есть некоторые проблемы у черных хотя сильные гроссмейстеры эту позицию держат на ферзь c2 видимо самым точным ходом является конь b8 a6 ну я сыграл менее точно но была следующая идея в моей расстановке слон d6 белые нападают на h7 не позволяя сделать рокировку потому что в этом случае после слон бьет h7 черный конь связаны белые просто выиграли пешку то есть ход h6 вынужден слон h4 и теперь рокировка вот в этой позиции у белых два хода белая на распутье первый ход конь g1 f3 и второй ход конь g1 е2 алексей александров пошел конь f3 вообще если приглядеться к этой позиции мы увидим что здесь типичнейший разменный вариант защиты каракан с переменной цвета ну и соответственно лишним темпом у той стороны которая сейчас белыми играют снова белые на распутье у них есть короткая рокировка длинная рокировка есть какие-нибудь наверняка более спокойные неторопливые ходы алексей сыграл длинная рокировка выглядит самым принципиальным то есть белые хотят пойти g2 g4 пользуясь тем что уже есть зацепка на а6 потом ходом g5 вскрыть линию g и дать мат однако именно на этот ход и рассчитано построение черных ферзь а5 черные хотят метнуть коня на е4 и у белых пешка а2 будет незащищенной кажется что ход король b1 сильнейший и наиболее логичный защитили на а2 короля ведем в угол что в общем-то поощряется при игре с разносторонними рокировками если бы белые сыграли а2 а3 то последовало бы b7 b5 b5 b4 линии бы начали вскрываться черные бы успели раньше но здесь сильный ход конь е4 следует угрожает размен на c3 с дальнейшей оккупацией пункта c4 b5 конь b6 конь c4 а потом при случае уже b5 b4 вскрытием линии b может быть это еще и необязательная игра кой может идти на а4 поэтому размен выглядит необходимым но вот теперь очень важный момент нельзя бить на е4 конем так алексей не сыграл вот в чем заключается ловушка после ладья бьет е4 ферзь бьет е4 напали на ферзя брать коня нельзя из слоны в 5 а после ферзь c2 слоны в 5 снова связка единственный ход ладья d3 сейчас очень сильный ход конь d5 с угрозой конь b4 надо играть а3 ходом ферзь b5 черные нападают на ладью вынуждая либо конь е1 либо ладья hd1 бьют на а3 и в общем то видно что качество отыгрывается черные явно преуспели в действиях на ферзевом фланге конь b4 угрожает потом взятие конем на d3 то есть еще и слоны в 5 продолжают оказывать мощнейшее давление на королевский фланг это все опытный алексей александров просчитал и сыграл конь d2 кажется что пешку е4 черные не в силах удержать но после конь b6 выясняется что не все так просто дело в том что точно так же выходит слон на f5 и начинает оказывать серьезнейшее действие по диагонали b1 h7 так ну что такое в общем в партии последовало конь c бьет е4 и после слоны в 5 очень сильный ход еще один сильный ход слон b4 с угрозой слон бьет d2 просто и потом оккупации полей е4 и d5 то есть может возникнуть практически идеальная позиция где блокадные фигуры черных борются с очень пассивным чернопольным слоном противника а после конь b3 ферзь d5 конь c5 еще один точный ход конь c4 мне удалось найти напал на е3 на вилку но в ответ на слон f2 я поторопился с ходом конь d6 то есть здесь было на слон f2 очень сильно слон a3 напали на b2 а после b3 конь d6 у белых нет ресурса a2 a3 то есть белым просто плохо угрожает конь бьет е4 fe ладья бьет е4 ну или даже слон бьет е4 конь бьет е4 ладья бьет е4 снова очень пассивный слон на f2 только на этот раз не против коня а против очень активного слона на a3 ну лучше наверное ладьей взять чтобы оставить себе белопольного слона вот я поторопился с ходом конь d6 и после a3 партия достаточно быстро и вполне закономерно пришла к ничейному исходу хотя здесь у белых объективно уже получше у черных есть очень мощный козырь пешка d5 а одна из ладей очень активна то есть на h2 на всякий случай забрали белые пытаются провести пешку c этого им никто не дает но кажется что у белых появились шансы за счет пешек a3 и b2 это тоже не совсем так потому что сейчас очень опасно черная проходная угрожает d4 d3 d2 ладья находится сзади этой пешки и белые пытаются ее сбить уже угрожает d4 пешку надо блокировать черные сгоняют блокадного ферзя и возвращаются назад то есть вполне разумное троекратное повторение позиции то есть уклоняться невыгодно ни той ни другой стороне теперь почему ловушка не работает ну во первых белые могут не рокировать в длинную сторону они могут рокировать в короткую скажем вот в моей партии против международного мастера тогда а сейчас гроссмейстера Алексея Гаврилова в 2002 году в Санкт-Петербурге последовало кони f8 слон g3 и белые получили на мой взгляд стойкий перевесик если бы здесь они сыграли как-нибудь типа ладья fc1 или кони a4 черным несмотря на близость равенства еще очень долго пришлось бы находиться в положении защищающейся стороны вместо этого белые предпочли сыграть b5 кажется что у черных изолятор на d5 очень такой нехороший но на самом деле у них есть мощные поля c4 и e4 компенсирующие недостаток изолированной пешки а на саму пешку напасть белая не в состоянии и пешечная масса на королевском фланге у них тоже достаточно неподвижная стоит черным сыграть h7 h5 и пешки g2 и g3 вообще никуда не смогут стронуться то есть у черных будет куча запасных темпов на случай различных окончаний партия длилась очень долго и тоже завершилась в ничью но для тех кто скажет что ничья тоже неплохой для черных результат и кто-то может подумать что вот в этой позиции ну предстоит заищаться но в общем-то позиция вполне нормальная спокойная слабости не видно b5 белые не грозят скажем сыграв ладья c7 на конь c5 слон c8 черные надежно защитят пешку b7 в общем можно такую позицию вполне терпеть можно при случае рассчитывать и на перехват то есть есть определенное основание но холодным душем является выбор белыми в этой позиции хода конь g2 как со мной сыграл очень неплохой мастер из казани то есть конь е2 он сыграл раньше партия пришла к этой же позиции антон исаевский то есть конь е2 ладья е8 играть надо и теперь вкратчивая h3 белые сохраняют возможность рокировать в любую сторону и готовят так вот из подваль g2 g4 не опасаясь никаких g7 g5 после слон g3 слон бьет g3 у них есть возможность взятия конем почему конь на е2 на мой взгляд стоит в этой схеме лучше чем на f3 я сыграл конь f8 по схеме но после g4 угрожает g5 а попытка воспрепятствовать этому ходу привела к тому что белые сейчас начнут просто страшную атаку f4 слабость пешки е3 использовать черные не в состоянии g5 грозит ход b4 лишь подтолкнул белого коня на более хорошую стоянку очень сильно слон бьет f6 сыграно и пошел на кат угрожает g5 f5 f6 с полным разрушением прикрытия черного короля после взятия еще один мощный ход g5 у черных вроде бы две лишних пешки обе надежно прикрывают короля казалось бы но грозит ферзь h2 и достойную защиту найти непросто ладья d пойдет на g1 конь g3 может отправиться на f5 или на h5 да и конь a4 при случае окажется на c5 как было в партии после кони f8 черные поля f5 прикрыли на ферзь h2 готовы поставить слона на h6 но белые не торопятся только на g6 играют ферзь h2 нападают теперь на слона вроде снова на какую-то долю на какие-то минуты мне стало комфортно и спокойно в этой позиции у черных две лишние пешки вроде все они все угрозы отразили консолидировались полностью но мощный удар конь h5 лишает иллюзий после конь бьет g7 мат ферзь h8 неизбежен поэтому брать надо теперь висит на f7 с матом то есть просто ферзь g7 мат грозит если сыграть ферзь e7 то надо считаться даже вот сладья fg1 с угрозой ферзь h8 мат то есть огромное количество угроз со всех сторон я предпочел пойти f5 но после конь бьет d7 белая просто просто все отыграли еще один очень мощный ход слон e6 угрожает ферзь g8 мат и приходится отдавать ферзя ну и здесь я не стал проверять реализацию своим противникам лишнего качества мне показалось что он просто великолепно провел эту партию и в общем-то я сдался в общем вот такая симпатичная ловушка ну и параллельно ее опровержение так спасибо за внимание с вами был международный гроссмейстер роман овечкин подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки смотрите другие серии там другие плейлисты сейчас еще про фитнес запишу дизлайки бьет будут Kelsey